Назарбаев готовится к новым досрочным выборам, которые произойдут до конца этого года. Но прежде чем обсудить тему эфира, я хотел бы откомментировать некоторые вопросы, которые я видел, звучали постоянно в чате. Они, конечно, откровенно скажу, несколько наивные и повторяющиеся, но тем не менее я хотел бы откомментировать. В частности, прокуратура Казахстана заявила, что якобы вызывает меня на допрос 16 августа, по-моему, и задавали вопрос, приедет он, не приедет. Ну, это вообще, ребята, странно. Вы же знаете, что меня на 20 лет заочно судили в прошлом году, что пласть пытается меня ликвидировать. Поэтому этот вопрос звучит очень странно, вы приедете или нет. То есть я не похож на идиота. Когда какая-то прокуратура или любая контора Нусултана Назарбаева что-то говорит, я на них и должен реагировать. Мне все равно, что они говорят. Это, скажем, конторы, которые выполняют волю Нусултана Назарбаева, которые, в моем понимании, все преступные, и их решение для меня ничего не значит. Их решение действует только в Казахстане, пока действует эта мафиозная власть. Когда мы их отстраним от власти, мы отменим все незаконные решения, и все те, кто принимал участие в таких неправосудных решениях, будут арестованы и посажены в тюрьму. Мой ответ очень простой. Поэтому мне глубоко все равно, что там выносит Назарбаев. Он мне может дать пожизненно, лишить меня гражданства, что он хочет делать. Все его решения-то бумажки. Конституция бумажка, решение его судов бумажка, прокуратура бумажка. Вот все эти конторы-то бумажка. Поэтому мы всех их выгоним, сменим, Назарбаев будет арестован, мы построим новое государство, где все законы действительно будут работать. Поэтому, когда вы мне говорите, а вот, ой-вай, меня суд позвал или прокуратура, ну, это очень наивно звучит. Я же много раз говорил, их решение для меня не имеет никакого значения, и они не действуют в Европе. Высший административный суд вынес уже решение о том, что преследование идет политическое, за мою политическую деятельность. Преследовала в том числе Россия и Украина. Они сфабриковали уголовные дела. Это я много раз публиковал. Возможно, это появляются новые люди наивные. Вот ответ простой. Мне все равно, какие решения они вынесут. Мне все равно, что они говорят. Потом мне писали активисты, что ходят якобы слухи, что вот Мухтар Аблязов не выступал какое-то время, больше недели. То ли его задержали, то ли его там преследовали, то ли его убили и так далее. Но при этом я оставил голосовое сообщение о том, что я внимательно слежу за эфиром. Просто сейчас у нас в основном выступают гости. Я думаю, что очень важно слушать мнение гостей из разных стран. У нас выступали армяне, выступали представители России, Украины. Будут еще другие представители. Мы хотим сделать чат интересным, разнообразным, чтобы вы слушали самые разные мнения. Я как-то озвучивал, говорил, что если среди вас есть те, кто готов выступить, но не обязательно те, кто находится в Казахстане, хотя такие тоже готовы, мы скоро дадим возможность выступить в нашем чате. Вот Елена Семенова правозащитник выступала, будут и другие выступать. Поэтому наш чат открыть для тех, кто готов выступить, есть кому что сказать, грамотно выступить. Обращайтесь к нашим админам, мы вам предоставим площадку, заранее проговорим тему, которая будет обсуждаться в этом чате. Ну и теперь сейчас я хочу вернуться по поводу предстоящей смены власти. Точнее даже не смены, это Назарбаев останется, будет контролировать власть пока живой. Я много раз говорил, что он добровольно не отдаст власть. То есть он так перестроит политическую структуру власти, чтобы он стоял над любым человеком, который будет оперативно как бы возглавлять действующую власть. И это может быть только член Семенина Зултана Назарбаева. Он не доверяет никому из неродственников. Ну в частности пример Узбекистана показывает. Вот Мерзиев был премьер-министром, и он пришел к власти, не ожидал Каримов, что он неожиданно умрет. И это, собственно, привело к тому, что его дочь Гульнара Каримова теперь окончательно в тюрьму села. Бизнес у других членов семьи Каримова отбирается. Его кадры вычищаются. Это все происходит на глазах Назултана Назарбаева. И так же было в Туркмении. Поэтому Назултан Назарбаев не доверяет никому, так называемым преемникам, которые могли бы возглавить страну. И какие бы они дали гарантии, все равно он им не верит. И у него задача привести во власть своих родственников. И расставить их так, чтобы вдруг завтра, когда с ним случится неожиданность, и он умрет, чтобы его родственники ближайшие автоматически перехватили власть в стране. Вот его собственная цель. Я еще в октябре 2016 года, находясь во французской тюрьме, написал, что Казахстан стоит на грани Рубикона. И тогда как раз расписал, какие будут действия со стороны Назултана Назарбаева. Но, правда, я тогда предполагал, что они произойдут в ближайшие полгода. И описал подробно, прям каждую фигуру, ту или иную, которая будет бороться за власть, кто пострадает. И вы можете посмотреть на фейсбуке, это октябрь, называется «Анатомия политической власти Казахстана». И там вы можете убедиться, насколько мои прогнозы совпали с действительностью или нет. Так вот, я там как раз описывал, что Нартай Дудбаев будет арестован, что будет отстранен Жумаканов. Когда я писал, он был секретарем Совета Безопасности, он сейчас отстранен. Нартай Дудбаев арестован. Я писал о том, что будет отстранен Дуртай Абыкаев от власти. И вы можете убедиться, что очень многие прогнозы, тех, которых я описывал, они произошли. Также я описывал, каким образом будет перераспределение собственности происходить. В частности, большая доля собственности оформлена к Кенесе Ракшеве. И у меня было понимание, что Кенес Ракшев будет фактически отстранен, и будет отстранен от власти, и не будет таким приближенным. И Манголит Эсмагометов на тот момент его назначили министром обороны. Сейчас его сослали послом в Россию, и он никакой роли не играет. У Кенеса Ракшев все отобрали. Вы очень внимательно посмотрите мои публикации, и увидите, что многое из того, что я написал, уже реализовано. И остался следующий этап. Это реальное перераспределение власти в пользу его дочери Дореги. Дело в том, что... Почему я это озвучиваю? Дело в том, что это очень важный момент. Когда приходит на ключевую позицию другой человек, неважно, это родственник, прямая родственница, это дочь Назарбаева или еще кто-то, происходит серьезные изменения. Перераспределение кадров, перераспределение собственности. Это все приводит в авторитарной системе к серьезным потрясениям. Очень серьезным. Вплоть до того, что возможны какие-то катаклизмы, конфликты. И именно поэтому я сейчас считаю, что эта тема очень важная. Я хотел бы просто объяснить и просветить наших активистов ДВК, и объяснить, что мы должны делать, потому что мы не должны давать возможность Нурсултану Назарбаеву самостоятельно проводить какие-то изменения, не считаясь мнением народа. Сейчас, конечно, меня многие спросят, а почему я решил, что именно в ближайшее время, буквально несколько месяцев, начнутся изменения. Я хотел бы просто показать признаки. Вот как, знаете, как врач смотрит на человека, глаза желтые, желтуха, какие-то пятна пошли, значит, признаки той или иной болезни. Горло постоянно пьешь, воду пересыхает, скорее всего, диабет. Вот, собственно, наша политическая система, она также подается оценке, и по тем или иным признакам, которые выявляет эта политическая власть, можно определить, что на самом деле происходит и какие изменения нам стоит ожидать. Я хотел бы вам эти изменения показать, чтобы вы тоже были подготовлены, были более грамотными и понимали все хитросплетения, которые придумывает Нурсултан Назарбаев в его ближайшее окружение. Итак, вы знаете, что весь прошлый год и этот год Нурсултан Назарбаев декларировал о неких конституционных изменениях, якобы часть полномочий передается от президента, правительству и парламенту. На самом деле, они какие-то, если и сделали изменения, они только усиливали позицию президента, позицию единоличной власти, будущего руководителя или его самого лично, но при этом не было никакого реального перераспределения власти, ни Акима властей, ни правительству. Все так же остается без изменения. Именно Нурсултан Назарбаев в позиции президента страны назначает всех в стране, правительства, судей, Акимов областей, даже Акимов мелких районов. Он подписывает решение именно своим указом, и больше никто. Поэтому перераспределения власти не было, просто была создана некая видимость. А в реальности, вот все последние изменения вы знаете. В частности, о изменениях, связанные с Конституцией страны и о Совете национальной безопасности. Я хотел бы сейчас это прокомментировать. Так вот, у нас всегда был Совет Безопасности, была должность секретаря Совета Безопасности, и до последних всех этих изменений возглавлял его Владимир Жумаганов, бывший председатель Комитета национальной безопасности. Я всю политическую верхушку лично хорошо знаю, знаю лично всех председателей Комитета национальной безопасности, буквально с начала 90-х годов. Не просто знаю, а лично знаю. И вот представьте, что вот этот Жумаганов возглавлял Совет Безопасности, а затем Назарбаев начал носить изменения, вплоть до того, что сначала были приняты какие-то изменения в Совете Безопасности, при этом Совет Безопасности носил всегда совещательный голос, то есть такой консультативный был орган, фактически при Назарбаеве. И вот он взял его, решил усилить все его решения, возвести в ранг Конституции страны, внести изменения так, чтобы председатель национальной безопасности руководил всеми силовыми структурами, он определил состав, в который входили председатель Сената, председатель Мажелиса, министр силовых структур, премьер-министр, то есть фактически создал параллельный орган власти, где он тоже всем руководит. Спрашивает, зачем это ему делать? Это признан о том, что выборы состоятся именно в этом году. Если президент страны назначает всех министров, премьер-министра, зачем ему еще Совет Национальной Безопасности давать себе какие-то опять суперполномочия, у него свыше меры, уже и так есть. Для чего? Ответ простой. Значит, он хочет распределить власть таким образом, поставить близкого человека на должность президента или что-то такое, приблизительно такую должность, возглавить Совет Национальной Безопасности и фактически, даже если уступить позицию президента страны, продолжать контролировать власть в полной мере, пока он живой. Вот здесь пишут, что надо не допустить фальсификации итогов выборов, как и в прошлом году. Но, ребята, это очень наивный комментарий. Я сейчас объясню это без обид. Почему наивный? Потому что выборы будут фальшивые. На выборы будут допускать только тех, кто подконтролен на султану Назарбаеву. Вот прошлые выборы. Вот Мел Селюстизов, Табигат движения. Ну, он стал кандидат в президент. И что он сделал? Ходили ему, деньги выделывала власть, рекламировала себя. А потом в день выборов взял открытый бюллетень, при этом тайное же голосование существует. Он говорит, я кандидат в президенты, но при этом голосую за Нурсултана Назарбаева. Что за кандидат в президенты, который хочет стать президентом, но при этом голосует за Нурсултан Назарбаева. То есть это полный абсурд. Поэтому здесь подсчитывать голоса, не допускать фальсификацию, это все не имеет никакого значения, потому что кандидаты в президенты все будут фальшивые. Потому что существует комиссия по языку, еще какие-то декларации, всякие требования, сколько лет ты в Казахстане жил. Придумывает тысячу причин, так, чтобы реальных кандидатов отстранили, если они вдруг появятся. Если они появятся, они еще их посадят в тюрьму, если это кандидат сильный. То есть найдут тысячу способов, чтобы фактически выборы, не начавшие, уже были нерегитимные. Какой смысл бороться за Казахстан? Это существовало тысячелетие. Понимаете? Ничего нового не изобретено. Но все в один в один с какими-то небольшими декоративными изменениями. Суть та же самая авторитарная система власти, что у африканцев, что у индонезийцев, что у казахов или у русских. Она у всех одинаковая. Это как один организм. Вот здесь один комментатор пишет, что типа сверхглупость назначает дочь и так далее. Глупостью назначать любого. Это должность выборная. Народ должен иметь право выбрать свою власть. По конституции именно народ является источником власти. И поэтому любое назначение, преемника так называемого, является незаконным. Противоритет Конституции и вообще всем требованиям международных договоров и обязательств, которые на себя взял Казахстан, подписал. Выборы должны быть открытые, честные. Должны присутствовать международные наблюдатели. Выборы должны быть выстроены так, чтобы любой кандидат в президенты мог изложить свою программу, свободно выступать на телевизионных каналах, средствах масс информации и так далее. За всю историю страны такого никогда не было. У нас нынешний президент Нурсултан Назарбаев нелегитимный президент. Он фальшивый президент, потому что его нахождение у власти все время было незаконным. Он переделал Конституцию, он переделал законы, он преследовал конкурентов. Ни одни выборы в стране не были честными и не будут эти. Они при этой власти никогда не будут честными и они будут честны до тех пор, пока народ наш не проснется и не добьется, чтобы выборы были открытые, честные и справедливые. Ждать от него милости это пустая трата времени и пустые надежды. И здесь меня спрашивают по поводу делегаций и так далее. Да, будут делегации, но власть все равно подделает. Никакая делегация, Европарламент и так далее не смогут в полной мере отследить. Будут даже бросаться настоящие бюллетени, потом эти коробки будут забираться, заменяться, подмениваться другими. То есть у власти придумано тысяча способов мошенничества. Это, опять же, нарушение законов, Конституции, законами преследуется. И самый главный преступник, это Нусутан Назарбаев, он это делал тысячи раз. Тысячи раз все выборы, парламентские или маслехаты, выборы президента, они были незаконными. Еще раз я говорю, в этой связи он не является легитимным президентом. В этой связи все конституционные законы о лидере нации, о каких-то льготах, о каких-то гарантиях, они тоже являются нелегитимными. Потому что с самого начала нарушались все требования по проведению открытых честных выборов. Это человек, захвативший власть и фактически оккупант. Мы должны себе ясно и отчетливо говорить, если нарушались все взятые обязательства, если нарушались все правила, если подделывались протоколы, если кандидаты искусственно вышибались с предвыборной гонки, а это так и было, каждые выборы были досрочные, или они продлевали полномочия на 5 лет, все действия власти были декоративными, фальшивыми, ненастоящими. А раз это было так, то и президент у нас фальшивый и нелегитимный. И мы должны исходить именно из этого. Поэтому будем остранять нелегитимного человека, который захватил власть незаконно. Я вам привел один признак о том, что идет подготовка именно выборов. Конечно, какие-то, возможно, коррективы, но коррективы будут сделаны так, чтобы фактически Нусултан оставался реальным первым человеком страны, а под ним будет Дариган Азарбаев. Вот к чему он стремится. И по тому, как вышла статья, это второй признак, буквально неделю назад в Шимкенте вышла хвалебная статья по Жан-Сииту Тюмебаеву, это Акиму Южно-Казахстанской области, что он кандидат в президенты. Наши СМИ контролируются властью. Если такой СМИ пишет о Тюмебаеве, что он кандидат в президенты, вы понимаете для себя, что предвыборная гонка началась. Сейчас начнут выдвигаться новые фигуры и будут выдвигаться властью. Это будут фальшивые кандидаты в президенты для того, чтобы создать массовку. И в этой массовке будет главную роль играть Дарига Азарбаева. Какие действия будут? Вы сейчас увидите, наши средства массовой информации вдруг станут такими демократическими, вдруг будут критиковать дельные органы власти, будут критиковать правительство, будут критиковать отдельных чиновников. Не позже с сентября начнут проводить разные, скажем, статьи, снимать видео о тех или иных людях. Обязательно появится целая бригада женщин, которые будут как бы альтернативе, альтернатива Дариге, будут говорить, что женщины тоже могут претендовать на власть. Мы увидим много замечательных и интересных женщин, которых выдвинет власть. Это будут их подставные фигуры. А потом, в какой-то момент, выйдет Дарига Азарбаева. И с учетом того, что вся эта власть будет продвигать Даригу Азарбаева. Именно она будет, скажем, главной фавориткой этой предвыборной гонки среди фальшивых кандидатов в президенты. Сентябрь, октябрь политическая жизнь страны резко активизируется. Власть начнет выставлять своих кандидатов одного, второго, третьего. Они будут изображать, что в нашей стране кандидаты в президенты могут активно озвучить свою позицию. Появятся женщины, светилы там науки, бизнеса и все прочее, которые скажут, что они тоже достойны, умны, могут противостоять мужчинам. Будут приводить примеры европейских стран, где женщины или премьер-министры, или президенты стран, или как канцлер ФРГ Ангела Меркель. Таких примеров много. Сейчас вообще во всем мире женщины очень сильно продвигаются. Я бы даже сказал, что доминируют. Это реальность во всем мире. И поэтому женская тема в Казахстане будет активно продвигаться. Вы увидите ближайший месяц-два. Это все открыто проявится. В общем, одним словом, этот год будет очень интересный и для нас очень важный. На власть будет претендовать Карим Масимов, будет претендовать, я говорю о тех людях, амбициозных. Будет реально претендовать Нурлан Нигматуллин, руководитель Можилиса, и другие люди типа Тимура Кулебаева. Он, конечно, не будет стремиться стать президентом страны, но он будет стараться поддерживать ту или иную фигуру неявно, потому что все они получат команду поддерживать Даригу Назарбаеву, но приход Дариги Назарбаева для элиты Нурсултана Назарбаева опасен. Я хочу объяснить, почему для нынешней элиты так называемой это не элита, это верхушка, верхушка окружения Нурсултана Назарбаева. Элиты это на самом деле те люди, которые реально получили поддержку от народа, талантливые люди, все эти ставленники Нурсултана Назарбаева это элиты, они себя называют элиты. Я буду говорить о политической верхушке Нурсултана Назарбаева. Почему им не выгодно, чтобы именно Дарига Назарбаева пришла во власть? Дело в том, что Дарига Назарбаева не создавала эту политическую верхушку, ее создавал Нурсултан Назарбаев. Ну, например, возьмем министра Косымова, министра внутренних дел. В 2001 году Дарига Назарбаева вместе с Рахатом Алиевым хотели отстранить Нурсултана Назарбаева от власти. И фактически все основные силовые структуры были под контролем Рахата Алиева. Даже руководитель администрации президента Сарбай Калмарзаев, сейчас покойный, он был лояльен именно Рахату Алиеву. В какой-то момент Нурсултан Назарбаев в 2001 году осознал, что рядом преданных людей практически нет. И вот, собственно, даже министр внутренних дел был лоялен Рахату. Комитет национальной безопасности был под его контролем. Финансовая полиция была под его контролем. То есть, в 2001 году Нурсултан Назарбаев чуть не потерял свою власть. И тогда Нурсултан Назарбаев воспользовался именно позицией генерала, в то время генерал-майор был, Касымов, вместе с начальником службы охраны охраны президента Аманова Шадрабаева, которые проводили специальную операцию по устранению кадров Рахата Алиева и Дарьи Назарбаевой. И вот тогда, после того, как вся эта операция была завершена, Рахат Алиев был отправлен послом. Они вместе с Дарьиной Назарбаева покинули страну. И в этом участвовало очень много людей, которые были противники Дарьи Назарбаева и Рахата Алиева. И сейчас многие из них находятся во власти, и именно они являются политической верхушкой султана Назарбаева. Они не являются политической верхушкой Дарьи Назарбаевой. Поэтому они все прекрасно понимают, что когда Дарьи Назарбаева придет во власть, если Назарбаев неожиданно умрет, то дело чем закончится? Дарьи будет расставлять свою так называемую политическую элиту во власть. Она будет назначать своих министров, своего премьер-министра, она будет проводить своих депутатов. И чтобы не было сопротивления, она вынуждена будет фактически истреблять нынешнюю политическую верхушку Нурсултана Назарбаева. Она будет отбирать у них бизнес, она будет сажать их в тюрьмы, и этот бизнес будет в качестве подарка распределяться для ее политической верхушки. Как вы понимаете, приход Дарьи во власть приведет к перераспределению собственностью среди новых политических игроков, а точнее говоря, лояльных людей, которые будут поддерживать, помогать именно Дарьи Назарбаевой. Поэтому сейчас наступает ключевой момент, так называемый Рубикон, когда старая политическая верхушка будет отстранена, а новая, которая будет лояльна Дарьи Назарбаевой, будет ей помогать прийти во власть, она будет внедрена во власть и она должна быть куплена, а куплена за счет чего? За счет отъема собственности старой политической верхушки. И это все безусловно приведет к серьезным столкновениям вверху вокруг султана Назарбаева. Когда здесь кто-то говорит партия АСАР или другие партии, это вывески, ребята, партии в Казахстане не существует. Партия это когда люди действительно объединены политической платформой, их голоса слышны, они выступают на съездах, они продвигают свои идеи, они являются представителями своих регионов, это партия. А когда партия есть один голос на султана Назарбаева, остальные просто безмолвные фигуры, это не партия, это вывеска, это название партии, поэтому АСАР, Нуратан, все это ерунда. Вот как была партия КПСС, как только политическая верхушка была отстрена в лице Горбачева от власти, как только союз развалился, от КПСС ничего не осталось, она была в один день закрыта, и члены партии, а их было там миллионы, безмолвно молчали, звука от них не было слышно, поэтому это искусственные партии, партии настоящие существуют только в демократических европейских странах, или в США, или в каких-то других странах, но не в авторитарных системах, партии это вывеска, профсоюзы, вывеска, должность премьер-министра и министра депутата вывеска, они ничего не решают, решает в таких странах только один человек, президент страны, который узурбировал власть, ни у кого не должно быть иллюзии, партии это в нынешней политической ситуации вывески, они могут называться Асар, Масар, как угодно, за ними ничего нет, потому что там мертвые фигуры, в Нуратан загоняет учителей, врачей, бюджетных работников, силой, заставляет платить взносы, они плевали на эту партию в Нуратан, никогда они за нее бороться не будут, поэтому я еще раз хочу сказать, осень до конца года будет очень горячая, будут массовые перестановки во власти, кого-то отстранят, кого-то посадят в тюрьму, начнется массовая реклама, одним словом, сейчас наступает критический момент для всей страны и в первую очередь для нашей политической организации демократические выборы Казахстана, потому что именно мы сейчас являемся реальной опланирующей силой этой власти и вы это сейчас ощущаете, потому что именно наши прямые эфиры власть отключает, именно против нас десятки тысяч полицейских мешают нам провести наши митинги по всей стране, именно наших активистов власть преследует, а все остальные, которые заявляют, что они являются опланирующей силой власти, это все ерунда, они спокойно выступают в эфирах, их никто не преследует, многие из них свободно ходят в стране, выступают по телевидению, поэтому вся ответственность за будущее политического устройства возлагается в том числе на наши политические движения, демократические выборы Казахстана. Мы не должны этой власти свободно сделать те вещи, которые я озвучил, а именно сделать безмолвную массу весь народ, сделать фальшивые выборы, подделать бюллетени, не давать возможность выдвигать наши кандидаты президенты. Вообще, на самом деле, мы должны этой ситуацией воспользоваться, объединить людей и вышвырнуть из власти всю эту политическую верхушку, коррумпированную, которая работает против своего народа, мы должны их арестовать и посадить. Воспользоваться этой ситуацией, когда сейчас Казахстану будет приковано очень сильно международное внимание, когда будет очень много международных наблюдателей, ОБСЕ, представителей каких-то других стран европейских, масса разных наблюдателей, будут приезжать представители власти из разных стран, будут приезжать международные средства массовой информации. Именно сейчас для нас шанс активизироваться и добиться того, чтобы эта власть не считала, что эта власть принадлежит только им, а именно на султану Назарбаеву, членам его семьи и максимум его ближайшие группировки, которые поддерживают его нахождение во власти, продолжают его поддерживать преступный контроль власти, потому что, как я говорил ранее, все эти выборы фальшивы, и он нелегитимный президент страны, он захватчик, и к нему должно быть отношение как к захватчику. Еще я хотел объяснить кое-какие детали структуры власти. На самом деле Назарбаеву не удастся построить такую структуру власти, которая бы гарантировала бы Дариге безболезненно прийти во власть. Я приводил примеры Узбекистана, когда председатель сената, вроде, по конституции, был вторым человеком страны, и после смерти Каримова должен был возглавить страну, исполнить обязанность президента, он отказался от этой должности. Так вот, если Дарига Назарбаева возглавит сенат вместо мебели Касмжамар Тукаева, это сделает Назарбаева один день. Собрал сенат, они проголосовали, Дарига оппозиции сенатора становится председателем сената и вторым человеком государства по конституции. Но на самом деле, когда Назарбаев неожиданно умрет, председатель сената не имеет никакой реальной такой власти, которая нужна в наших авторитарных странах, а именно поддержка силовых структур. Комитет национальной безопасности возглавляет Карим Асимов. Да, под ним сидит первым замом племянник Назарбаева Самат Абиш, но он никто, он просто ставленник, назначенец, он неопытный, он не знает не владеет техникой борьбы политической, у него нет никакого влияния, как только Назарбаева не будет, он превращается в никто, никто ему не будет подчиняться. Поэтому именно Карим Асимов является тем самым человеком, у которого есть реальные политические рычаги, именно поддержка силовых структур, и он может фактически принудить Даригу Назарбаева отказаться от власти и возглавить страну, то есть претендент должен иметь поддержку силовых структур, и на позиции председателя Сената Дарига Назарбаева не имеет такой поддержки, и поэтому эта должность становится номинальной. Это касается в том числе и председателя Мажелиса. Реальной властью в стране обладает премьер-министр и руководители силовых структур. Поэтому Нурсултан Назарбаев ищет такую политическую конструкцию, которая бы позволила Дариге автоматически прийти к власти, чтобы силовые структуры подчинялись Дариге Назарбаеву. Но как это возможно? Если, например, сегодня умрет Нурсултан Назарбаев, то Дарига Назарбаева постигнет участь Гульнары Каримова. Она будет посажена в тюрьму, ее собственность будет конфискована и к власти придет Карим Масимов, у которого реальные рычаги. Если она возглавит Сенат, будет то же самое. Тогда единственный выход, чтобы она реально могла перехватить власть, у нее должны быть полномочия юридические, она должна быть президентом страны, во-первых, во-вторых, руководители силовых структур уже сейчас должны быть людьми Дариги Назарбаева, уже сейчас, потому что Назарбаев в таком возрасте, что его смерть может наступить неожиданно, как у Ислама Карима было в Узбекистане. Но допустит ли это Назарбаев, я сейчас хочу объяснить, почему он это не хочет допускать. Дело в том, что если министр внутренних дел, председатель национальной безопасности, комитет национальной безопасности, национальной гвардии и так далее, будет прямо сейчас ставленниками Нусултана Назарбаева, тогда она в течение часа отстранит Нусултана Назарбаева от власти и сразу возглавит страну. Многие, конечно, могут возразить, говорят, как это дочь против отца. Но вы зайдите в гугл и найдете тысячу историй, когда в авторитарных системах именно главной оппонирующей силой являлись члены семьи главы государства. Был бы он король или хан или царь, именно члены семьи являлись наиболее опасными фигурами в борьбе за власть. И поэтому в этом смысле это уже классическая ситуация. Дарига Назарбаева может в один день перехватить власть и реализовать свою старую мечту, которую они вынашивали еще с Рахатом Алиевым. Поэтому Нусултан Назарбаев он хочет как говорится и рыбку съесть и так далее. Он хочет остаться рулить страной. Но это возможно если силовые структуры его люди назначены. Но если Дарига вдруг завтра будет исполнять обязанности президента, когда он помрет, то эти люди силовики просто свергнут Даригу. Просто свергнут потому что если они этого не сделают, то став президентом полноценной страны она их все равно посадит в тюрьму, она все равно отберет у них бизнес. И вот собственно наступает водораздел конфликт интересов между Нусултаном Назарбаевым и его дочерью Даригой Назарбаевой. У меня вот сейчас задают вопрос а можно ли провести честные выборы? Нет, нельзя. Я буквально минут 15 назад сказал, что в авторитарных системах честных выборов не бывает. Не бывает потому что кандидаты заранее отстреливаются, они сажаются в тюрьмы, преследуются. Как меня заочно в прошлом году осудили на 20 лет, так в свое время Акижана Кожигельна осудили на 10 лет заочно и многих кандидатов президента заранее отстреливают. Поэтому в авторитарной системе честных выборов не может быть в принципе. Даже если приедут иностранцы, кто угодно приедет, сам состав участников этой предвыборной гонки будет фальшивым, потому что не будут допускаться реальные кандидаты в президенты. Поэтому выборы уже заведомо являются фальшивыми. Здесь кто-то пишет, что ну это предположение и все прочее. Ребята, вы почитайте мои посты октябрь 2016 года. Я не являюсь простым техническим экспертом или политологом. Я работал внутри правительства. Я знаю лично не только султан Назарбаев, знаю лично всю политическую верхушку. И поэтому это не мнение, это знание. Мнение просто так не бывает. Это у вас может мнение, это вы можете просто почитать статью, выслушать мнение какого-то эксперта и так далее. Мое отличие, оно кардинально отличается. Я просто специалист, профессионал своего дела. Я очень хорошо знаю эту политическую систему и знаю, куда она будет двигаться и что она будет делать. Между тем мнением и моим знанием огромная разница. вы должны просто это осознать. Когда вы поймете это, тогда вам будет легче понимать и знать, что ожидает нашу страну. Здесь мне задают вопрос, будут ли они бороться за титул Совбеза. Совбез это не титул, это вообще ерунда, это вывеска. Совбез сейчас по конституции какой-то орган, но он реально построен под Назарбаева. Когда Назарбаев умрет, эта должность превращается в фикцию, потому что реальная власть по конституции, по закону принадлежит президенту страны, и эта параллельная структура, она просто никому не нужна. Понимаете, это как вот министр энергетики один, министр энергетики два, с такими же полномочиями, это полная ерунда, дублирование, поэтому Совбез, когда придет новый президент, он будет в том виде, который сейчас есть, он будет ликвидирован, потому что это параллельный орган власти, который никому не нужен. В этой связи стоит вопрос, что делать нам. Назарбаев привык, что он делит страну сам, сам сидит, рисует, двигает фигурки, разные подсценные фигуры, потому что народ безмолвствует, народ не участвует в политической жизни страны, и именно с появлением нашего политического движения демократический выбор Казахстана, мы начали менять эту уже преступную традицию, именно поэтому я говорю, что мы политическая организация должны сделать свой вклад в развитие нашей страны, мы должны вмешаться в этот процесс, вмешаться, чтобы изменить политическую систему страны, построить парламентскую республику, ликвидировать должность президента, мы должны реально включиться в эту политическую борьбу, я хотел бы в этой связи откомментировать, что мы должны делать. Мне здесь сейчас говорят, будут ли митинги и все прочее, а давайте 16 августа выйдем, ну давайте я сначала по 16 августа, я уже комментировал, что там прокуратура меня пригласила, я говорю, что они могут рисовать на стенах, по всей стране расписывать, каждый день по телевизору толдычить, мне на их обращение просто все равно, ну просто блевать, грубо говоря, для меня их решение бумажки ничего не значащие, Конституция Казахстана ничего не значит, законы Казахстана для меня ничего не значат, потому что они не являются исполняемыми, справедливыми наша судебная система, это фикция, и потом, исходя из этого, я не вижу смысла 16 августа какие-то митинги проводить, тем более, мы накануне 6 июля проводили митинги 23-го, мы подняли темы, которые затрагивают интересы миллионов, и вы знаете, полиции удалось нам не дать возможность провести эти митинги, людей было все-таки не десятки тысяч, они были, да, были, но никто не решился именно выдвинуться вперед, сказать свое первое слово, чтобы остальные присоединились, и когда мы поднимаем темы, которые интересны миллионам, и когда у нас эти митинги реально не состоялись, очевидно, что 16 августа никакой митинг не состоится, не говоря о том, что сейчас лето, люди отдыхают и так далее, поэтому давайте выдвигать реальные вещи, делать то, что действительно может дать результат, а не пустые какие-то идеи, которые заведомо провальные, и не нужно нам никакого мероприятия, митинга проводить 16 августа у стен прокуратуры или где угодно. Наши действия следующие, мы должны состояться как организация, вы знаете, вот центральный чат сейчас существенно уменьшился, у нас было почти 100 тысяч, сейчас около 80, чуть больше, но ничего страшного в этом нет, мы в сентябре активизируемся, наш штаб начнет активизироваться, мы перестраиваем тоже свою работу, вы скоро увидите уже результаты нашей деятельности, и поэтому то, что кто-то отошел по разным причинам, бывает, ликвидирует сам телеграм, потому что человек неактивный, и тогда просто у них есть программа, которая защищает неактивные номера, но после того, как мы активизируемся, политическая жизнь в стране, как я сказал, в сентябре активизируется, люди все станут, скажем, более активными, и в этой связи мы должны воспользоваться и нарастить численность наших чатов по регионам и центральным чатам тоже. только сейчас меня опять заново спрашивают, да, Марьям, когда будет митинг, я на этот митинг вопрос ответил, сейчас митинг 16-го нам не нужен, и в ближайшее время, если мы будем проводить митинги, мы должны поднимать такие темы, которые затрагивают интересы миллионов, образование затрагивало интересы миллионов, мы требовали поднять заработные платы полицейским, людям и так далее, это затрагивает интересы сотен тысяч миллионов, митинги мы не сумели провести, давайте смотреть правде в лицо, поэтому не надо повторять тупо биться головой об стенку, это говорит о том, что нам нужно перестраивать нашу работу, о какой работе идет речь, в каждом городе, там, где мы объявляем митинги, должно быть ядро, ядро активистов, которые мы знаем, точно выйдут на митинги и по их примеру за ними пойдут сотни и тысячи, в каждом городе мы должны создать десятки ячеек, сотни ячеек, в каждой ячейке должно быть не менее пять человек, например, ватрау, сто ячеек, это 500 человек, эти 500 человек, каждый может привести за собой пять или десять человек, таким образом, мы будем знать, что наши 500 ячеек, ватрау, 500 человек, которые там есть, точнее, сто ячеек, точно приведут несколько тысяч, то есть мы должны митинги проводить, будучи уверенными, что у нас есть ячейки, которые будут управлять этими протестными массами, в каждом городе не менее 500 активистов, не менее, а в крупных городах, как Астана, Алматы, должно быть не менее тысячи, и они приведут за собой минимум пять человек, тогда мы будем знать и понимать, что во всех наших городах реальные состоятся митинги, и на эти митинги наши активисты приведут за собой людей. Поэтому здесь правильно ребята пишут, ячейки, ячейки, ячейки сейчас являются важным, самым важным, ключевым фактором, который нам поможет провести любые акции протеста по всему Казахстану, позволит нам мобилизовать людей и собрать какую-то минимальную массу по всей стране, минимальную, 500-1000 человек, ядро должно быть во всех регионах, во всех городах страны. И это сделать очень просто, каждый из вас может создать ячейку из 5 человек, но, как я говорил, для этого необходимо знать программу демократического выбора Казахстана, потому что любой здоровый, трезвый человек, тут меня проводку спрашивает, так вот, трезвый человек, прочитав программу ДВК, он поймет, что именно эта политическая организация отражает интересы тех людей, которые хотят смены режима, которые хотят изменений, которые хотят изменений в своей жизни и в жизни страны. Любой нормальный человек скажет, да, я поддерживаю демократический выбор Казахстана. Ни один нормальный человек не может сказать, что я не поддерживаю демократические выборы Казахстана, потому что демократические выборы Казахстана сразу показывают, как в течение нескольких месяцев изменится жизнь миллионов, соответственно, всей страны в лучшую сторону. Когда люди будут получать заработную плату в 5-10 раз больше, я экономически обосновал и показал, что эти деньги есть сейчас в нашей стране. И поэтому, если политическая организация четко показывает, что ваша жизнь изменится немедленно, показывает, как это сделать, пишет все это в своей программе, любой нормальный человек, ознакомившись и поняв, что это реальность, он будет поддерживать. Тот, кто скажет, я не поддерживаю, это Нурбот или те, кто ворует таможенники, полицейские, налоговики, которые грабят людей, это те люди, которых мы хотим отстранить, как короста на теле народа. Это я уже озвучивал, их очень маленький процент. И еще могут быть какие-то заблуждающиеся, которые вообще никогда не читали программы Демократического выбора Казахстана. Поэтому очень важно обладеть этими программами Демократического выбора Казахстана, убеждать людей и приводить их в наш чат. Это первое. Второе. Вместе с ними создавать ячейки. В ячейках должно быть обычно около пяти человек. Как я озвучивал, не менее пяти человек. Это тем, кому можно будет доверять безоговорочно. пяти человек. вы начните контактировать со штабом Демократического выбора Казахстана. Тогда мы проведем фиксацию ячеек по всей стране и будем понимать, что в Алматы, например, у нас есть двести ячеек по пять человек, тысяч человек. Тогда мы будем уверены, что в Алмате эти тысячи человек выйдут и приведут за собой хотя бы пять человек. и мы будем знать, что в Алмате на митинг выйдет пять тысяч человек. Тогда, когда вы у нас будете спрашивать, когда митинг, митинг будет тогда, когда мы будем готовы, когда наши ячейки будут организованы по всем городам страны. Меня здесь задает вопрос, сколько нужно создавать ячеек. В средних городах, как Атрав, у нас должно быть не менее ста ячеек. в каждой ячейке должно быть не менее пяти человек. То есть в средних городах численность ячеек должна быть таким, чтобы было не менее пятисот человек. В таких городах крупных, как Алмата и Астана, должно быть ячеек не менее двухсот. То есть мы должны иметь тысячу активистов в каждом таком крупном городе. Эти тысяч человек приведут за собой на митинг пять человек. Так вот, представьте себе, если пять тысяч человек будут выдвигаться на митинг, как вы понимаете, сразу к ним примкнут другие. Мы тогда сделаем реальные сильные митинги. Поэтому роль ячеек сейчас чрезвычайно важна. Чрезвычайно важна. И вот мне Марьям снова задает вопросы. Что вы намерены делать? Ваши следующие планы? Такое ощущение, что Марьям вообще нас не слушает и не слышит мой голос. Я сейчас часть этого эфира говорил о ячейках. А что их надо создавать? Говорю количество, которое нужно сделать. Говорю, что тогда мы будем в состоянии проводить митинги. И мы выведем десятки тысяч людей по всей стране. Это наши планы. И затем мы должны добиться смены режима, создать временное правительство. Все эти планы были озвучены много раз. Они есть в виде голосовых сообщений, в виде прямых эфиров, в виде постов. Все это написано, судя по всему, Марьям новый человек. Планы не меняются. Потому что я еще в прошлом году озвучивал, нам нужно набрать миллион сторонников и нам нужно создать ячейки по всей стране. Сторонников у нас более 200 тысяч уже сейчас есть, только открытые, которые существуют в чате. Но у нас есть они еще сторонники, которые здесь явно не находятся в чате. И что мы должны создать механизм управления этим протестными массами. А это ячейки. В каждом городе мы должны создать не менее 100 ячеек. И там должно быть не менее 500 человек. Тогда мы будем в реальности в состоянии выводить десятки тысяч людей одновременно по всей стране для того, чтобы сменить этот режим. Поэтому, ребята, давайте мы будем создавать ячейки. Нам нужны админы. я сейчас хочу сразу публично устно озвучить. Будет письменный пост. Нам нужно дополнительно 100 админов. 100 админов это те люди, которые пройдут процесс обучения. 100 админов, которые будут управлять нашими чатами. 100 админов, которые изучат наши голосовые сообщения, все эфиры. Это будут наиболее подготовленные люди в будущем. Я уверен, что многие из них будут в состоянии стать будущими руководителями страны в самых разных регионах, включая наше правительство. Поэтому я обращаюсь сейчас, чтобы те, кто готов быть админом, выполнять наши требования, вступали в наши ряды как промежуточный этап и становились админами наших чатов. Обращайтесь к волонтеру, обращайтесь в штаб. Мы сейчас ищем админов. 100 админов на все наши региональные чаты и центральный чат активист ДВК. Нам нужны админы. Здесь опять спрашивают вопрос, как пробудить наш народ. Пробудить наш народ мы будем пробуждать нашими выступлениями, нашим чатом, нашими видеороликами, вашими выступлениями, вашими голосами. Мы сейчас, как первый этап, будем агитировать и агитируем в основном только городах, потому что именно там сконцентрирована основная часть населения, потому что именно в городах удобно и легко агитировать. Именно в городах люди проводят реформы политические, именно через города происходит смена власти. Село не участвует во всем мире, они далеки, им далеко ехать, они решают какие-то свои бытовые проблемы, это факт. Это факт, и здесь можно со мной спорить, не спорить, зайдите в гугл и найдете, что происходило в других странах мира. Именно город будет менять политический режим. Город, так было тысячи лет, и это продолжается, тенденция не изменилась. Мы не будем Назарбаеву мешать проводить выборы. Мы наоборот воспользуемся тем, что он проводит выборы, потому что активизируется политическая жизнь страны, потому что они будут сдерживать свои хищные навыки, потому что в нашей стране будет много иностранных наблюдателей, потому что международная пресса будет внимательно наблюдать за событиями в Казахстане, и поэтому на этот период будет определенное смягчение политического режима, и нам нужно воспользоваться тем, что пойдут выборные процессы, будут выдвигаться кандидаты фальшивые, будут газеты рассказывать о том, что происходит в Казахстане, и мы тоже должны разоблачить режим, мы должны людям дать альтернативу, сказать, что Дариган Азарбаева, это смерть для нашей страны, что все эти кандидаты, они подставные, они куклы, и мы должны сказать, нет, мы изменим эту страну, мы выгоним этих людей, они фальшивые, они захватили эту власть, и они не делают жизнь народу лучше, они делают жизнь лучше, только для Нурсултана Назарбаева, и для тех, кто поддерживает этот преступный режим, мы должны разоблачать, объединять людей, наращивать нашу численность, создавать ячейки, мы должны воспользоваться и тоже сказать свое слово и добиться перемен, и когда эти выборы будут происходить в нашей стране в этом году, мы сумеем активизировать, активизировать наш народ по всей стране, и это наш шанс, поэтому мы не будем мешать Назарбаеву проводить выборы, мы ему поможем, просто мы активизируем наших людей, мы развернем широкую агитацию, и здесь важную роль играете вы, активисты демократического выбора Казахстана, вы не должны ждать, что именно кто-то, Мухтар Аблязов, или еще кто-то там, пару человек придут изменить страну, этого не будет, изменения будут только тогда, когда каждый из вас внесет свой клад, когда сотни тысяч людей будут активными, и только тогда власть будет устойчивая, потому что это будет народная власть, потому что эти сотни тысяч людей, которые добились перемен, именно они будут контролировать власть, и не дадут новой власти воровать, не дадут новой власти узурпировать власть на длительный период, как это произошло с султаном Азарбаевым, поэтому наша задача использовать эти выборы для агитации и перехватить власть, выгнать этот режим, поменять курс страны, действительно построить демократическую систему, демократическую страну, и мы это можем сделать, для этого нас должно быть много организованных и сильных, еще раз, мы должны создавать ячейки по всей стране, давайте активизируемся, ребята, в сентябре жизнь по всему Казахстану начнет сильно меняться, именно с точки зрения политической активности, вы это увидите, скоро, очень быстро увидите, так что, ребята, создавайте ячейки, выходите на штаб, в штабе все равно вы сообщаете свои ники подставные, вы не сообщаете свои настоящие имена, вы можете не опасаться, что вас кто-то сдаст, подставит и так далее, но именно при взаимодействии, при работе со штабом, вы можете стать новой реальной политической элитой, возглавить страну, как я говорил, новых лидеров должно быть десятки тысяч, минимум 20 тысяч человек, мы должны произвести смену этой политической верхушки на всех уровнях, во всех регионах страны, в каждом населенном пункте, в каждой государственной компании, для вас сейчас появляется шанс изменить свою жизнь, изменить жизнь страны, еще я хотел бы сказать, на самом деле, даже если Носултан Назарбаев назначит президентом Даригу Назарбаеву, нам это выгодно, выгодно, потому что она слабая, я прямо скажу, что она просто дура, и наш народ это знает, мы знаем, генетически у казахов заложено, что в 18 веке и ранее тоже, через жунгар, которых вытесняли китайцы, фактически фактически две трети нации нашей было уничтожено, и конечно, сейчас китайцы другие, сейчас международный порядок другой, но тем не менее, именно Носултан Назарбаев, а с дали его дочь Дарига, Назарбаев, говорит, что Китай это судьба казахов, судьба Казахстана, она призывала учить китайский язык, они выстраивают свои капиталы, и в своем взаимодействии с Китаем мы будем строить независимую страну и будем проводить дружественную политику со всеми странами, не будем ложиться ни под Китай, ни под Россию, ни под кого, и она уже успела сделать ошибку, как Носултан Назарбаев, заявив, что Китай наша судьба, это глупая женщина, которая просто так получает тельные должности, потому что ее папа президент страны, она просто так получает богатство, она не знает цену ни деньгам, ни власти, она не ценит людей, она просто так все в жизни получала, поэтому нам такой президент не нужен, фальшивый, не знающий нужды народа, не знающий куда двигать страну, не думающий о независимости нашей страны, не думающий о будущем, а не думающий думает только о будущем своей семьи, нам такой президент не нужен, и когда Назарбаев назначил ее президентом, Нам, политической силе, демократический выбор Казахстана это выгодно, потому что так Назарбаев еще раз дискредитирует себя, членов своей семьи и эту политическую власть нелегитимную. Это вызовет ожесточение нашего народа и мы дадим им альтернативу. Мы дадим альтернативу. В лице политической платформы демократического выбора Казахстана мы объявляем еще раз, что в нашей стране не будет должности президента, в нашей стране будет парламентская республика, именно народ будет источником власти, именно народ будет назначать свою власть, ее контролировать. У нас сейчас очень серьезный политический шанс добиться перемен в этом году. И если мы не сумеем в этом году, то точно в следующем году, потому что слабая Дариган Назарбаева не удержит власть, потому что с учетом всех накопленных противоречий начнется драчка вверху и это приведет к ослаблению центральной властью. И мы свое слово в этот момент тоже скажем и добьемся смены Нусултана Назарбаева и его режима. Как вы видите, осталось мало времени жизни для этого режима. И мы для этого должны приложить серьезные усилия, чтобы добиться успеха. Поэтому, ребята, давайте объединяться, создавать ячейки, давайте вовлекать новых людей в наши ряды, построим сильную организацию, разветвленную по всей стране, с дисциплиной, с лидерами в каждом регионе, со многими лидерами. И тогда мы добьемся успехов, став сильнее, чем эта власть, чтобы нас было еще количественно больше во много раз. И очень важно, нам нужно проводить серьезную агентационную работу среди полицейских и армии, чтобы они перешли хотя бы половину нашу сторону. Этого достаточно. Эта власть падет, как это произошло в Армении. Мирно, без всяких жертв. Я еще раз повторяю, мы мирные политические организации. Мы все действия сделаем мирно. И таких примеров десятки и тысячи по всему миру. Просто зайдите в гугл и почитайте. Не хватаетесь, не говорите угрозы всякие. Только мирным путем мы добьемся смены власти. Именно голос народа будет поднят так высоко, он будет услышан везде. Десятки тысяч выйдут на улицу, объединены одной из целей. Нет этому режиму. И мы это добьемся очень скоро. Давайте вместе действовать. Я на сегодня завершаю свой эфир. Слава Волгдар, до встречи. Буду выступать в ближайшее время и я, и другие гости. Я нахожусь в нормальном состоянии. Занимаюсь спортом, все нормально. Мы готовимся к осенним изменениям в нашей стране. До связи в прямом эфире в следующий раз. Слава Волгдар, до встречи.